Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Так как послезавтра, завтра, послезавтра у нас начинаются посевы для получения раннего урожая в теплице, я хочу отдельно поговорить на тему самые неприхотливые сорта томатов. Потому что я больше чем уверена, ну может быть у кого-то будет другое мнение, но я больше чем уверена, что для получения раннего урожая, чтобы вырастить рассаду качественную и без проблем, нужно подбирать неприхотливые сорта, которые вам сами в этом помогут. Я вот сегодня утром уже снимала видео и показывала вам, что какая разница, или вот эти маленькие вот демидов малыши, или казанова посеяны в один день, и уже заранее каждый опытный огородник знает, что будет через месяц, через полтора, вот с этими всходами и с этими. Эти будут вот такие короткие в палец толщиной, эти будут вот такие длинные, будут на них падать, и будут они вот так вот мотыляться, особенно начинающие. Таких сортов очень много. Я вот, вот смотрите, если говорить о всех томатах, я вот сегодня опять была в магазине, опять набрала и новых, и тех, которые уже есть, но у которых нет картинки. Вот батяне у меня у самого, у меня у самой море, но я просто взяла, чтобы показывать потом картинку, какой он красивый, какой он хороший. Ну, конечно, и много новых купила, но это будет всё потом. Эти посевы будут намного позже, или в середине февраля, или в конце февраля, зависит от того, в теплицу я буду их, для теплицы выращивать, или для открытого грунта. Это будет всё потом. А сейчас для теплицы, которые будут вот рано, 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 мы выбираем самые-самые неприхотливые сорта. Даже если вы живёте не в сибирском регионе, в любом другом, у вас есть в ваших магазинах районированные сорта, и как их выбрать? Вот написано, смотрите. Так. О, а здесь не написано. Хотела сказать, что самое главное, чтобы он не был высокорослым. До одного метра. Если написано 50, 60, 70, и даже метр высота, тогда он подойдёт. Потому что это будет же теплиться, он ещё будет немного повыше. И высокорослые для раннего урожая очень неудобно. Они в рассаде у вас вытянутся. Вот здесь написано у меня, Демидов, например, куст штамбовый, малорослый. Всё, здесь не написано даже высота, написано малорослый. Но не обязательно он штамбовый. Бывает и не штамбовый, но он детерминатный. То есть он сам вырастет до 70-80 см. Он сам завершкуется. Именно вот такие подходят для раннего урожая. Потому что куст компактный, он быстро завершит свой рост и начнёт формировать плоды. А высокорослые он будет расти, 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 расти. И вот эти вот маленькие помидорки, они будут намного позже, чем вот эти. Такие именно я сейчас выбрала. Я буду высаживать вот именно завтра, послезавтра. Уже конкретно буду прям садить. Сорт госпожа Удача идеальный. Он похож на Демидова, но Демидов розовый, а он такой красный, такой немелкий плод хороший. В теплице в прошлом году одним из первых поспел госпожа Удача будет. Настенька будет обязательно. Это вот один из тех уникальных сортов, которые при 70-метровой высоте, он детерминатный, он образует плоды до 300 граммов, такие сердцевидные вытянутые формы, алые такие, розовые. Многие, кто его высаживал, выращивал, полюбили этот сорт и знают, что это прекрасный сорт для получения раннего урожая. Тут в нем сочетается два преимущества. Он и ранно, и крупный, не мелочь. Он чуть повыше Демидова, вот Демидов 50-60 сантиметров, а он 70-75. Потом буду высаживать сюда же толстый джек, клуша и королевский. Королевский в прошлом году я тоже показывала, он тоже детерминатный у него, плоды, ну, 150, до 200 грамм не больше. И как вы заметили, что крупноплодных здесь нет. Здесь нет не только высокорослых, но и нет крупноплодных, потому что крупноплодность, если сильно плод крупный, она затягивает, отодвигает получение урожая. Это ясно, что для того, чтобы 600, 700, 800, плод сформировать, нужно более длительный период. И у вас никогда не будет это ранний урожай. Ранний урожай вот с тех сортов, которые небольшие и которые невысокие. Конечно, вот такие вот толстые, мясистые, под килограмм, 800, 900, даже кило с чем-то, будут у нас позже. Но они каждый по-своему хорош. Этот сорт хорош, потому что рано сможет вам дать, а этот сорт хорош, потому что он действительно, вот это томатное мясо, в нем очень много. Все. Я назвала такие, я сама буду высаживать, селить именно вот завтра, послезавтра. Но таких сортов очень много, я уже называла. Вот эти же сорта, сюда же можно, куда демидов высаживаем, такой же спиридон, пожалуйста. Такой же сорт, этот, таймыр, вот он у меня сидит. Ринет, он тоже компактный, но ринет он мельче, он всего 100 грамм, а нам же хочется, чтобы немножко все-таки, если уж не крупный-крупный, то немножко, чтобы все-таки он был покрупнее, помясистее. Пожалуйста, вот такой же сорт у меня есть, роза ветров, такой же сорт есть, метелица. Метелица вообще, она идеальная, его, этот сорт применяют фермеры, для массового выращивания, потому что он очень неприхотливый, ухода почти никакого, плод большой, 150, даже можно до 200 грамм взять, смотря как вы будете формировать, удалять эти листики и все. Вот эти сорта, которые я назвала, они идеальны для получения раннего урожая, потому что не вытягиваются в рассаде, потому что нет никаких забот, хлопот, легко переносят перепады температур, мы же еще не должны забывать, что мы будем высаживать их в теплицу в ранние сроки, когда и грунт может немного попрохладнее, чем хотелось бы им, когда и температура окружающей среды, там тоже ночью не такая теплая. И вот капризные сорта, которые вот, ну есть такие неженки, высокорослые, крупноплодные, они не все выносят. И есть такие условия, в которых вот этот томат замерзнет и погибнет, а этот выживет и будет плодоносить. Он еще, листики у некоторых бывает обмерзают, они потом новые листья нарастают, эти засохнут, отвалятся, а томат живой. Поэтому я вам рекомендую, что если у вас такой вот, как у меня сибирский регион, вот я в городе Бейске, у нас весенние заморозки ежегодно. И если высаживать капризные сорта, то мы ничего, никакого раннего урожая не получим. Но еще немаловажно, что они не требовательны в рассаде. Они, еще раз повторюсь, хотя говорят, что много раз повторяю, но это самое главное, не вытягиваются в рассаде, не заваливаются, могут стоять на месяц дольше, чем эти в лотках. Они просто будут толстеть, крепнуть и все. Повторю, я буду высаживать Демидов, Госпожа Удача, Клуша, Толстый Джек. Единственный сорт, который не относится к толстоногим, я буду высаживать русские колокола. Но он тоже метр всего высотой. Он, конечно, вытягивается. В прошлом году я с ним намучилась, но я его не откидываю, только из-за того, что у него вот эти оранжевые плоды, вот такие сосульки, они очень веселые, очень рано спеют. И он, как украшение теплицы. Эти же все розовые, красные, и тут раз-таки и грозди вот этих сарделек оранжевых, очень красивые. Русским колоколам я сделала исключение, но если вы такой сорт посадите в виде исключения, вы знаете, что он вам принесет дополнительные хлопоты. Все. Завтра вот вам день на подготовку, а 26 числа, я уже, как говорила в предыдущем ролике, самый благоприятный день у нас в январе и по астрологическим прогнозам, вот тот, кто лунный календарь соблюдает и вообще по срокам под идеальный сейчас период для выращивания, для посадки на рассаду, для раннего урожая, для теплицы. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Субтитры сделал DimaTorzok